Мы монтажники, высотники, да, из высоты вам ждем привет. У нас крышу сегодня чистили, сосульки все сбили. По двору можно пройти. Механическая рука, люди и лопаты. Нехитрым способом коммунальщики избавляются от серьезной опасности сугробов и наледи на кровле. Управляющие компании после недавнего снегопада работают в авральном режиме. Одна из первых задач – очистить скатные крыши. У нас на жилхонде сейчас работает порядка 20 бригад таких, которые в постоянном режиме очищают эту кровлю, дабы максимально обеспечить комфортное проживание людей в этих домах. Впрочем, расчищают не только крыши и дворы. По всему городу убирают снег на дорогах и тротуарах, в парках и скверах. Плюсовая температура в ближайшие дни – хорошая возможность не допустить грядущего гололеда. Надеяться на то, что вода высохнет сама – нельзя. На работу самарцы должны добираться не вплавь, а по нормальным дорогам. Там, где нет ливневой канализации, муниципальные предприятия уже откачивают воду и очищают дождеприемники. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напоминает управляющим компаниям – работу свою нужно выполнять добросовестно. Чтобы навести порядок, дворники и техника должны выходить на улицы уже в 5 утра. Для того, чтобы убрать с дворовых тротуаров и с дворовых проездов снег, шугу налить, дорожникам открыть от борта до борта, особенно те гарантийные дороги, которые отремонтированы. Вот это в первую очередь все посадочные площадки вот в эти два дня. И для того, чтобы потом не было недоразумений. Неубранных участков остаться не должно. За чистоту тротуаров около киосков и магазинов отвечают их владельцы. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Речь идет и о так называемых бесхозных территориях, которые управляющие компании не хотят обслуживать. Этот вопрос контролировать должны заместители глав районов по вопросам ЖКХ. Ранняя зима для коммунальщиков, как первое боевое крещение, наглядно показала сильные и слабые места в обороне. Сейчас мы правильные выводы из такой ранней зимы для себя сделаем. Мы надеемся, что у нас впереди еще минимум 4 месяца зимнего периода. Непосредственно в зимние месяцы мы, конечно, этих ошибок не повторим. На борьбу за чистоту улиц мобилизируют все силы. Горожан же призывают не игнорировать красные сигнальные ленты. Валерия Макарова, Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, Сергей Баскин. События.